Школьный учитель Артём Нинашев в пять лет в добровольческом движении только во время пандемии коронавируса столкнулся с проблемой профессионального выгорания. За один рабочий день ему приходится принимать и отрабатывать десятки звонков о помощи. Работаем мы в основном с людьми старшего возраста и с людьми с ограниченными возможностями здоровья. И зачастую, так как мы работаем в колл-центре, когда они нам звонят, начинают они рассказывать свои истории практически с самого начала. И в любом случае ты это принимаешь и переживаешь, проникаешься этим и соответственно эмоциональный груз он давит. В акции «Мы вместе» задействовано 80 добровольцев и всем нужна психологическая помощь. За их эмоциональным состоянием наблюдают специалисты регионального социо-психологического центра. Занятия проходят индивидуальные и групповые. Волонтеров учат быть стрессоустойчивыми. Ситуация непростая, как вы видите, и поэтому помощь психологов очень актуальна. Она актуальна как вообще гражданам, так и волонтерам. В данный момент помогаем волонтерам, потому что ребята работают с тяжелыми ситуациями иногда, и у них недостаточной подготовки у кого-то психологической. Поэтому я считаю, что помощь она не ценим наша. Психологические тренинги с волонтерами проходят еженедельно. Главная задача специалистов – вернуть добровольцев в строй с хорошим настроением. Они не только какую-то теоретическую часть с ними проводят в игровой форме тренинги, то есть разбавляют такую обстановочку. Поэтому у нас пока все хорошо. Мы надеемся, что и в дальнейшем будет все хорошо. Но как бы на усмотрение психологов, если они будут понимать, что нужно учащать количество раз визитов их, то тогда уже будем смотреть. Пройдя психологическую перезагрузку, волонтеры возвращаются в Центр добровольчества и с новыми силами продолжают помогать пожилым людям, которые находятся в самоизоляции. Ежедневно в колл-центр поступает более сотни звонков со всей Самарской области. И все получают помощь. Сергей Кизуркин, Максим Гусев. События.